Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня мы с вами погуляем по Алакольскому району, Казахстан, озеро Алаколь и вот район здесь, граница уже с Китаем, на что хочу обратить внимание, сразу вот здесь по космоснимкам, так, наверное здесь не очень, это надо будет на гугл карты переходить, здесь вот видно так, это конуса выносов, вот реки, водотоки и вот конус выноса какой, шикарнейший! То есть даже не надо ни геологию смотреть, ничего, то есть есть горы, горы большие, есть конус выноса, один, второй вот и третий! Формирование конуса выноса такой, когда мощные водотоки, водичка мощная течет, она выносит материал и сразу по выходу из гор откладывается крупнообломочный материал вот в этом месте. Дальше уже галька идет более мелкая, щебень, дальше уже песочек и по самому краю вот здесь уже иловые отложения, то есть такие глинистые материалы, ну такой вот, глинистый, точнее не иловый, а глинистый материал по краю идет. То есть вот так сформирован конус выноса, самое интересное место это конечно в самом начале, вот в этой, вот в этой части, то есть везде где вершина конуса выноса и ее надо обследовать в любом месте, в любом, вот в этом месте есть смысл. Видите, да? То есть насколько мощный водопоток воды был. Тут ситуация какая получается? Немножко, так скажем, это место я хотел себе оставить, но со сложившейся ситуацией, видимо в этом году поездка в Казахстан будет маловероятна. Границы, если будут открыты, они будут открыты не раньше июля, то и августа. Ну что, давайте, удачи, кто смотрит мой канал. Идите в эти места, которые я сейчас покажу. Места не очень легкие, но интересные. Ну давайте, здесь фотографии есть, посмотрим, река течет, что из себя представляет поближе к конусу выноса. Здесь видна долина, и вот у нее борта у реки, у долины, вот. И как это выглядит? Видите борта какие? Многометровые тут, не знаю сколько метров, но очень много. И водные потоки еще перемыли здесь. Вот так вот периодически водичка текла, течет в какие времена. Значит, самое последнее, это недавнее оледенение, которое закончилось здесь тысяч лет назад. Вот оно вот так перемыло. То есть вот в этой долине легкую фракцию унесло, а тяжелая фракция здесь лежит. То есть в том числе и золото. Что будем смотреть. Прежде чем выбирать участок, заходим на интерактивную карту комитета геологии недропользования. Смотрим, где территории свободны, где территории заняты. Сразу предостерегаю, на особо охраняемой природной территории не стоит заходить. Травку примяли, на лягушку наступили, могут быть проблемы. Поэтому лучше туда не заходить. Есть территории уже под лицензиями. Ну вот, которую мы как раз территорию смотрели. Она, видите, выделена. И здесь рассыпное золото. Как мы с вами и предполагали. Здесь есть рассыпь золота, но территория занятая. Можете, конечно, обратиться в компанию. Какие-то... К недропользователю можете обратиться. Какие-то, может быть, договоренности сможете договориться. И, может быть, они позволят вам выполнить какие-то работы. Итак, значит... А вот эти розовые территории, это свободные территории. Их можно столбить. Да что ж такое у меня. Здесь рассыпь. Здесь тоже выделена территория. И, опять-таки, здесь тоже рассыпное золото. То есть, вот эти два конуса выноса рассыпное золото. Если здесь есть рассыпное золото, значит, где-то вверху должно быть рудное. И вот мы видим опять. Территория выделена. Мы щелкаем здесь и видим. Карамалинская площадь. Недропользователь. Марганцевые руды и золото. То есть, рудное золото вот здесь. Рудное золото здесь. Рассыпное здесь и здесь. И мы смотрим. Вот розовый участок есть. И здесь вот розовая территория. То есть, это те площади, на которые есть смысл обратить внимание. Здесь тоже от этой площади, от рудной идет река. Здесь серенькая территория занята. Здесь территория не предоставляется в пользование. То есть, вот этот кусочек и вот этот кусочек вполне можно получить в пользование. Насколько я знаю, вот эти территории уже вроде бы оформляют. Поэтому не будем смотреть сюда. Будем смотреть вот эти территории. Можно еще вот здесь вот посмотреть. Но здесь оно не так. Водотоки, вот смотрим, да? Водотоки в эту сторону идут. То есть, нас интересует вот это русло. И вот эти два русла. Переходим на ресурс Сягеи. Открываем нужный нам лист. Находим. Миллионник, или тысячная, как я говорю, в левой колонке вот. Открываем карту полезных ископаемых. И смотрим. Нужны нам места. То есть, мы для себя наметили вот эту речку и вот эту. И здесь мы видим ореол рассения и рудные месторождения. Но территорию это вот так занято. То есть, вот эта территория занята. И на нее мы не обращаем внимания. Но вот в этом месте мы видим точки желтенькие. Рыженькие. А эта территория, как мы смотрим здесь, она у нас получается свободная. То есть, от поворота и до слияния территория свободная. От поворота, вот он поворот, половина и слияние. То есть, вот от точки слияния и где-то до середины мы можем вот это застолбить. Участочек. Он свободен. А так, росыпь, непромышленная росыпь, вот здесь находится. Вот на этом вот участке. Но я предполагаю, что она и выше будет. И вот по этим тоже. Если мы здесь наблюдаем рудные месторождения, то здесь тоже будет золото. Потому что водные потоки вынесли вот такую массу материала. Здесь сформировали росыпь золота. То естественно и по этим руслам где-то что-то, чего-то образовалось. Биологи увидели вот здесь, в этом месте. У этой речки тоже мы видим, что здесь у нас территория под лицензией на рудное. Здесь на росыпь. А вот этот участок свободненький. И у нас ореол рассеяния, вот он полностью захватывает вот так вот территорию. А это у нас получается отсюда и аж сюда. Вот здесь занята, а вот эта часть свободная. То есть вполне, вполне можно и вот эти территории опробовать. И взять их в пользование. Переходим на гугл карты. Здесь более детально можно просмотреть рельеф. Поближе придвинуть. Смотрим здесь разработку какого-то месторождения. Но это камень. Здесь я смотрел раньше. Интересно. А так вот смотрите, какое русло красивое, да? Но нигде не видно, чтобы компания работала. Вот это, конечно, бы разведать бы, но это под лицензией. Наше дело вот эта часть. Вот так проходит. Территория занятая. Ориентироваться будем вот по этой полосе. И вот так вот. То есть вот эту территорию можно посмотреть. Что здесь есть? Во-первых, нам достоверно известно, что в этой части есть золото рудное. Это потоки воды текли вниз, естественно. И они здесь несли материал. То же самое и по этому руслу. Здесь отмечена непромышленная россыпь. От слияния до поворота. Но территория вот так вот не предоставляется. Вот это вот можно взять. Здесь тоже много не глядя на геологию. Мы видим, что русло реки черное. То есть выносился черный материал. Оно и видно, что здесь чернота имеется. Значит, что-то должно быть. Ну и как геологи говорят, есть золото. Переходим опять на геологические карты. И уже открываем карту двухсотку. То есть более подробную. Л-44-22. И смотрим эти две речки, которые мы с вами наметили. То есть здесь река и вот эта река. Ну, с притоками, естественно. Ну, вот вам, пожалуйста, сразу видим, что здесь отмечена россыпь золота. Орел рассеяния, точнее, месторождение. Можно уже даже назвать. В шляхах найдено золото. Здесь в шляхах. И территориально это даже выше слияния. И почти до озера, до самого. Но эта часть нас не интересует. Она занята. А нас интересует от середины и выше. Давайте уточним здесь. Вот он, поворот этот. И вот поворот. То есть, от вот этого поворота и выше. Вот этого поворота до этого поворота. Вот эта вот часть нас интересует. Ну, вот, пожалуйста. Сюда можно идти. Без всяких фантазий, без ничего. Просто лоток у руки и вперед. То есть, геологи уже проделали работы. Здесь разлом по самому руслу мы видим. Разломы по притокам. Видим черные породы. И то, что геологи увидели в шляхах золота. Этого нам достаточно уже. Мы им доверяем, верим. По этой реке понятно, да? Тут добавить больше нечего. Просто сюда идти и все. Верхняя часть занята реки. И мы перемещаемся на другую речку. Проявление золота по руслу реки тоже везде золото. Но Вот По этих пор Сюда территория занята. Сюда не заходить. Это не наше. Наша От этой вот части И до поворота. Здесь мы, как мы видим, Внизу тоже Везде-везде Золото обнаружено. А почему здесь пробу не брали, да? Почему здесь не промывали И ничего не обнаружили. Сейчас мы это все увидим. Еще на один момент обращаю внимание. Вот эта территория. Здесь много небольших речек стекает. И Она свободная. То есть ее можно брать в пользование. Она закрашена розовым цветом. Здесь Также много речек, Ручейков. И Переходим на геологическую карту. И мы видим, Что Здесь Также Обнаружены Полезные Ископаемые. В том числе И Золото. Видим, да? Эти Ручейки И Речки Естественно Тоже Желательно Просмотреть. Вот смотрите Тоже Вынос очень хороший. Мы его сейчас посмотрим На Карте. Вот Это Вот она Вот 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 Все Вот Золото Вот Зачки Золото Ну И там Где есть Возможность Обязательно Проходить Все Вот Вот Она Поворотик И Вот Она Все Вода Здесь Течет Вода Течет Здесь И Можно Сделать Опробование И Посмотреть И При Необходимости Можно Застолбить Участок Пожалуйста Вот Она Эта Территория Она Свободная Можете Застолбить И Делать Разведку Запоминаем Значит Вот Есть Такой Поворотик Такая Петелька Чуть Ниже Территория Свободная Вверх По Течению Вот Петелька Это И Вот С Этого Места Можно Как раз Здесь Подъехать На Автомобиле Вот Дорога Видна Здесь Дорога Видна И Уже Делать Разведку А Здесь Вот Уже Почему Так Скажем Видимо И Не Очень Захотели Здесь Геологи Работать Разведку Делать Проверять Что Возможности Видимо Не Очень Здесь Для Работы Как Для Разведки Так И Для Добычи Ущелье Достаточно Узкое Мы Видим Да Подъездных Путей Нет Никаких Основное Что Это Инфраструктура Если Сюда Дорогу Прокладывать То Добытого Золота Не Хватит Окупить Строительство Этой Дороги Вот Поэтому Видимо И Отказались Разведывать Вот В это место Можно Проехать Добраться И Работать Здесь Можно Только Вот Как Здесь Дороги Есть А дальше Вот Нет Видите Какой Вопрос Место Интересное А как Сюда Добраться Здесь Что У нас По Километражу Получается Если От От Этой Точки Сюда Это Четыре Километра Пеший В принципе Нормально Вполне Реально Проходимая Территория А вот Чтобы Уже Реально Работать Оборудование Как-то Заносить Это Уже Тяжело Будет Но Люди Живущие В тех Краях Сообразят Что Сделать Мы Сейчас Еще Посмотрим На Гугл Земля Эту Территорию А Вот В это Место Конечно Добраться Было Неплохо До Места Слияния Видите Что Здесь Наносы Какие Поток Воды С этой Стороны Поток Воды С этой Стороны Еще Отсюда Поджимало И Вот В этом Месте Вот Так Точку Если Поставить Координаты Дорога Вот Есть Есть Какая-то Кошара Наверное Здесь Спуск С горы 500 метров Реально Пусть Километр Даже Это Превратится С Какими-нибудь Петлями Я думаю Спуститься Можно Здесь Найти Место Где Аккуратненько Можно Вниз Пройти К реке То есть Дорога Есть Сюда В этой Точке Все Найдете Проезд И Здесь У нас Получается Вот Приток И Выше Россыпь И По Интерактивной Карте У нас Территория Это Свободная Вот Как раз Дорога Мы ее Смотрели Сюда И Вот Она Эта Точка Вот Сюда Вот И Первым Делом Стоит Пройти Здесь Вообще То Тоже Дороги Вот Есть Да Это Более Или Менее Река Проездная Более Удобная То есть С этой Рекой Понятно С этими Речушками Тоже Все Вроде Бы Ясно А вот В этом Месте Немножко Посложнее Получится Вот Слияние Двух Рек И На середине Крас Территория Выше Получается У нас Вот Так Вот Вот Это Река Значит Вот Он Такой Поворот Есть Вот Он Поворот Сюда Вниз Ну Все Вот Это Точка Вот Так А вот Большой Поворот Вот Он Большой Поворот Сюда Влево Не Заходить Вот Это Наша Часть Вот Эту Мы Можем Обследовать По Геологии У нас Проявление Как раз Получается Вот В этом Месте То есть Вот Он Изгиб Такой И Изгиб Вниз И Как раз В этом Месте Проявление Отметил Проявление Золото Оно Как раз На Границе Занятой Территории Вот Занятая Территория И Той Территории Которая Свободная То есть Вот В этом Месте Из этого Проявления Ну На Проявлении Может Вот Такой Площади Быть Просто Точка Поставлена Здесь И все Может И сюда Распространяться Несло Материал Содержащий Золото Даже Если Взять Оледнение Последнее А здесь Ледники Были Достаточно Мощные Они Сейчас Присутствуют То То Все Это Это Дело Выносило Ну Видите Да Какая Площадь Огромнейшая Огромнейшая Площадь Если Вот Попереченку Тут Взять 30 Километров 30 Километров Вынесенного Материала По ширине Какой мощности Здесь Отложения Можно только Догадывать Десятки метров Мы видели Борта Вот Этого Русла То есть Это Метров 10 Наверное Будут Огромнейшее Количество Материала Было Вынесено Ну Если Здесь Рассыпное Месторождение То Понимаете Вот Эти Все Отрожки Вот Это Все 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 Это Несло Вниз И Несло Здесь И Соответственно В этих Местах Где-то Что-то Чего-то Цеплялось Вот На Этих Поворотах То есть Вот Проявление Мы Наблюдаем Водный Поток Бился В скалу Здесь Какие-то Торможения Были Что-то Чего-то Оставалось Вот Площадочка Достаточно Интересная Чтобы Здесь Поработать И Здесь Тоже Долинка Вообще-то Интересная И Деревья Есть Только Вот Как Сюда Подобраться Все На себе Заносить Вот Хорошее Место Да Вот Она Долина Хорошая Интересная Смотрите Вот В эту Долину И Есть Смысл Направиться Здесь Мы Видим Отложения Алювиальные Вот Смотрите Какая Прелесть Правильно И Вот Еще Место Очень Тоже Интересное Плотик Здесь Рядышком Поэтому Далеко Копать Не Придется Глубоко И Вот Смотрите Тоже Ну Естественно Само Собой Разумеешься На В Точке Слияния Двух Рек Тоже Стоит Зайти И Посмотреть Потому Что Здесь Два Потока Воды Тем Более Один Поток Воды Шел Таким Образом Его Захлестывало Сюда Вот В этом Месте Набросало Что-то То Есть Вот Этот Треугольничек Стоит Обследовать Ну А дальше Уже Не особо Проходимая Получается Долина Доехав Сюда А дальше Уже Как И Неведомо Где у нас Слияние Вот Слияние Я не вижу Здесь Дорог Как Сюда Добраться Вот У меня Была Как Раз Очень Большая Большой Вопрос Как Сюда Забраться Здесь Вот Дороги Где-то Я Видел Здесь Дороги Есть То есть С оборудованием Сюда Заходить Будет Очень Конечно Тяжело С техникой Видимо Никак Не Зайти Но Это Все Надо На Месте Смотреть Во Первых Надо Понять Содержание Особенно Вот В Этой Части Вот В Этой Долине Долина Очень Интересная Сплошной Алюви И Такой Серенький Видите Да Я Вот Так Точку Поставлю В Начале Вот В Этом Месте А Кстати Смотрите Строение Какое-то И Вот Похоже Ну Вот Это Точно Строение Значит Люди Здесь Были Люди Были Дойти Можно Все Прямо На Этой На Этом Строении Я Поставил Точку К Первого Все Координаты Видите Да Запомнили Все Какое-то Строение Есть И Сюда Добраться Значит Можно По крайней Мере Ногами Пишачок Лошадка И Вот Эту Долину Попробовать Давайте Рельеф На Google Земля Посмотрим Перешли Мы На Google Земля Посмотрим Здесь Рельеф Долина Долина Мощно Размыв Какой Мощности Был Водный Поток Чтобы Вот Так Размыло Сейчас Рельеф Давайте Давайте Вот Этого Участка Посмотрим Просто Это Ради Любопытства Вот так Вот Раз Возьмем И Сюда Окей Ну Вот Профиль Рельефа Здесь В верхней Части Мы Видим 640 Метров Да А Даже Самый Верхний Это 654 Метра А В нижней Части 592 А Если Сам Борт Взять 607 И 630 Ну 7 Взять Да То есть 30 метров Борт Вот этот Высотой А Если С этой Стороны Вон Видим Да 697 Здесь Уступ Здесь Перемыв Был Да И еще Вниз То есть 100 метров Перепад От Нижней Части До Верхней Представляете Да Какое Количество Перемыто Материала Вот В этом Месте Тяжелая Фракция Будет Лежать Достаточно Скажем Хорошо И Забираемся Мы С вами В горы Так Развернемся Вот У нас Начало Получается И Мы Вот Так Делаем Слияние Двух Рек Видим Но То Что Проехать Здесь Нельзя Это Понятно А Ногами Придется Если Ити То Достаточно Тяжело Ну Реально Как Здесь Работать Вот Это Уже Второй Вопрос Есть У меня Одна Идея Естественно Один Из Вариантов Это Заносить Шлюз Я Бы Скорее Всего В первую Очередь Занес Шлюз 500 Миллиметров Шириной И 1600 Длиной Под Полный Резиновый Ковер Разделенный На две Части Вполне Двумя Лопатами На нем Можно Работать И Неплохую Разведку Сделать А вот Добычу Уже Здесь Сложнее Будет Здесь Есть Так Скажем Идея Но Она В некотором Вроде Пока Моя Если Кто-то Будет Работать Обращайтесь Поговорим Подскажу Расскажу Как Здесь Организовать Добычу Даже Вот На этом Участке Я далеко Уже Да Места Хорошие Места Хорошие Черные Породы Везде То есть Здесь Везде Может Быть Может Быть А вот Эта Долина Самая Шикарная Я Отметочку Здесь Поставил Так Где-то Мы Видели Здесь Какое Настроение Похоже Настроение Да Видимо Ошибся Я Видимо Строения Здесь Нет Показалось Мне Просто Прямоугольничек Такой Да Заходить Только Видимо С этой Стороны И По Руслу Ити Но Вполне Реально Затащить Шлюз И Один Ковер А там Уже По Результатам Опробования Принимать Решение Перемыто Здесь Хорошо Материал Здесь Вон Какой Видите Да Чернота Сплошная Работать Езди Ну Не Больше Метра Я думаю Ну Пусть Даже Два Метра Если Ездить До Плотика Вот В Этой Долине Да Не Более Мне Кажется Двух Метров Будет Если Продлить Так Вот Не Более Двух Метров Мне Кажется И Везде Смотрите Какая Чернота Сползает Посмотрим Вот Эту Маленькую Речку Ну Здесь Вообще Прелесть Доехать Доехать Практически Не Практически Вернее Вот Дорога Видна Проезд Дальше Даже Вот Дорога Видна Здесь Вот В это Место Доехать Можно Опробование Здесь Провести Дальше Дальше Не Добираться Достаточно Вот В этом Месте Посмотреть И Для начала А потом Уже Решение Принимать И Вот Сюда Мы Здесь Слияние Что Сюда Добраться Надо Вот В это Место Вот Здесь Обязательно Сюда Кто Придет Вот Это Место Опробовать Обязательно Все Вот Здесь Вот Алюви Прекрасный Перемытый С Двух Сторон Основной Смыв Был И По Вот Этому Руслу Росыпь Показана Работать Здесь Можно Дорога Вот Мы С вами Смотрели При Необходимости Оборудование Можно Спустить Если Будет Что-то Интересное Оборудование Тоже Сюда Доставить Вполне Реально Опять Таки По Оборудованию Кто Будет Работать Обращайтесь Побеседуем Разведочный Шлюз Вы И так Принесете На руках А более Серьезное Уже Детально Обсудим Потом Ну Все Наверное На этом Мы будем Прощаться Места Очень Хорошие Поэтому Кто Живет В тех Краях Работайте Населенный Пункт А вот Дорога Даже Тут Проходит А ну Она А вот Она Ух ты Тут Вообще Красотень Смотрите Не Не Заметил Видите Как Вот Пожалуйста Тут Дорога Вот В этом Месте Можно И техникой Работать В этом Месте Можно И техникой Работать Изумительно Смотрите Шикарнейший Алювий Все Русло Отвели В сторону И Перемывайте То есть Это русло Даже Вот Эту Вот Долинку Без проблем Работать Шикарно Можно Можно Брать И Работать Ну А здесь Чуть Сложнее Ну Все Тогда Удачи